Ребят, Леша такой заботливый, он предлагает мне не снимать больше выпуски. Почему? Мясо. Кому мясо? По заказу больше мяса. Меньше жира в массу. Больше мяса. Мясо крепких костей. Мясо по госту дед и горька новостей. Потому что я волнуюсь за твое состояние. Витя какой тоже заботливый. А вы мне каких-то фитоняшек предлагаете все время. Ага. Они бы так не заботились о выгляда. Леха, ты почему воспринимаешь мое состояние на себя? Ты слишком близко берешь все. Я частенько просто бывал в таком состоянии. Я знаю, что это такое. Хотя нет, стоп. В классике в таком состоянии не было. За неделю до старта. Да, это халявное, кстати говоря, бодибилдинг. Чем, кстати, бодибилдинг отличается от классики? Не спрашивай у меня, я еще не готовился в бодибилдинге. Ну-ка давай. Нет, ну смотри. Да, ребят, всем здорова. Это новый выпуск. Мясо по госту. Чем отличается бодибилдинг от классики? В бодибилдинге большие ребята, а классики маленькие. То есть маленькие это как? Дрещи. Тихнотроники? Ну, трагический бодибилдинг, он же сам за себя говорит. Трагический бодибилдинг? Да. Леха, я в нем выступал три сезона. А, ну, я выступал в нем тоже там сколько-то сезонов. Почему ты решил уйти из классики? Ну, по нескольким причинам. Давай, перечисляй. Ну, первая причина в том, что я, наверное, немножко эту повеску перерос. Вот, не желая этого самому. Второе, то что для меня бодибилдинг, ну, не будем скрывать, это возможность популяризации самого себя даже. Потому что... То есть классика не канает? То есть классика никому не интересно, вот. А бодибилдинг, если ты будешь, ну то есть ты на вершине классики и ты никому не... Ну, хотя я не был на вершине классики, но я знаю, вот, вот сейчас абсолютный чемпион России по классике. Я даже не знаю, кто он. Вот, и я нигде про него ничего не вижу, ничего не слышу. И это не потому, что я нигде не сижу в никаких форумах, а потому, что, действительно, ну никому не интересна классика. а я хочу быть интересным людям ну я не буду этого скрывать, действительно так и есть вот и бодибилдинг это мясо много мяса по госту вот и поэтому ну блин, бодибилдинг это здоровый блин парни, а что значит классический бодибилдинг, еще что-то блин, я нисколько не умоляю эту дисциплину, она не интересная просто и все, ну реально, блин, я сейчас смотрю фотки на тебя, думаю, блин, ну ты так же да смотришь, ну пиздец, ну честно ну вообще если да, если мое мнение классика это хороша, ну я был в безуходном положении, то есть на тот момент, когда я собирался готовиться единственный мой вариант, где я мог бы что-то показать, это была единственная дисциплина классика, по возрасту, да, снесли? да, 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 мне было 23 года и на мне не было много мяса, но я хотел выступать ну что поделать, в итоге я влез в эту дисциплину, ну и там и застрял внутри сезона но, как вы понимаете, я потом уперся использовал все провесы, перевесы чтобы выступать в классике выиграл там все чемпионаты, на которых я выступал но, честно говоря, я уперся после чемпионата мира я понял то, что выигрывать больше нечего ну то есть становиться я бы уже трехкратным чемпионом России ну что, 10 раз что ли выигрывать? ну кому это интересно? а хотелось бы так же прогрессировать ну, прогрессировать бодибилдинг чем я и занимаюсь ну, соответственно, выбора-то особо не было но я подумал уже на тот момент чтобы перейти в бодибилдинг в тяжи говорил об этом Вишневскому там, Сереге Базарову ну, как бы так Базаров Серега меня очень сильно поддерживал а Вишневский, ну, как бы так относился к этой идее не так серьезно ну, вот в итоге мы начали готовиться спустя полтора года к Арнольд Классик Европа в классику ну, короче говоря, организм меня немножко подвел я не смог туда влезть как вы все понимаете я даже не влез в 100 килограмм не то, что в 90 в 100 килограмм не мог влезть в итоге выступал свыше 100 но, учитывая то, что я пришел в бодибилдинг я стал более интересен то есть, появились много гостевых, семинары и пошли статьи в журналах ну, стало больше внимания скажем так, к моей персоне поэтому бодибилдинг я думаю, это все равно это фавор номер один то есть, это тот вид спорта именно, та дисциплина в которой можно быть популярным очень популярным да, и ты будешь востребован в обществе ну, тебе будет уважение уже вне того что ты делаешь для этого бодибилдинг то есть, ты парень здоровый да, с огромными мышцами это уже вызывает уважение исключение есть, конечно в классике, да там, Дима Ишанькин ну, Диму просто еще более знают наверное, по фитнесу даже ну да, Дима один раз выступил в классике да, из-за его популяризации спорта то есть, он бы без классики был бы таким каким он сейчас есть поэтому классиков-то особо ну, Денисенко опять-таки, да, Саню знает в кругах именно вот ну, реально там таких вот, да ну, узких кругах что там говорить вот, а все-таки бодибилдеров там, блин или Сукова он знает каждый второй, да ну, реально, вот дофига людей знает кто такие вот кто такой даже, там, краем уха ну, там, Невского знают, да ну, Сукова, его же, кстати, знают больше тех то есть, если я у мамы спросил ну, блин, моя мама, может быть, и знает уже кого-то но, блин, у мамы любого из, там, просмотров да, из ребят, которые смотрят спросите, знает ли она какого-нибудь культуриста блин, она скажет, Невский ну, в 90% случаев ну, это все из 90-х пошло, когда он начинал ну, да, да таки, это все и побежал, побежал, побежал так вот, бодибилдинг дает новые возможности ну, вы сами можете посмотреть на календарь событий FBB в год, да, или FBFR что в классическом бодибилдинге нет коммерческих чемпионатов нету нет, и вообще, в принципе да, блин, классики не интересны никому ну, да, кому интересно это же шоу ребят, не забывайте, что это шоу если бы это был бы спорт как некоторые считают, да, спортсмены тоже спорт в чистом виде да, то была бы куча дисциплин и все бы они были одинаковы интересны, но нет людям интересны бикини и интересны тяжи больше им ничего не интересно то есть им интересны красивые девочки да, и здоровые фрики, да, огромные которых реально ты не увидишь на улице в обычный день то есть это реально люди которых, они единицы и это как бы шоу, да, вы приходите посмотреть на фриков ну, на людей, да, шоу-уродцев, да, как раньше это называлось да, 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 да и еще, знаешь, такое замечание я бы хотел подчеркнуть все-таки, блин, будь то даже это профессиональный бодибилдинг или, ну, мы всем занимаемся бодибилдингом просто кто этим занимается профессионально кто-то для себя, да ты как занимаешься? ну, я занимаюсь профессионально, как любитель скажем так, мы стремимся к уровню профессионала имеется в виду не то, что стать про да, а именно относиться к бодибилдингу как профессионалу то есть все четко, да режим, там, зарабатывание денег для обеспечения себя полностью всей своей подготовки там, ну, понятно, да, все тренировки все это постоянно корректируется и применяется что-то новое делаются эксперименты над собой идти в ногу со временем, да, всегда быть непередовой то есть это мы все практикуем и самообразовываемся то есть мы постоянно читаем разнообразную информацию которую только можем найти общаемся с людьми да, и общаемся с людьми которые помогают нам оставить информацию и отсеять бред да, и еще в бодибилдинге основная задача вот я, кстати, договорил любительский, так скажем любительско-профессиональный ну и профессиональный ну, любая задача любого бодибилдинга становиться больше ну, наращивать мясо поэтому я вот не понимаю людей которые выступают по, там, 5 сезонов в классике я сейчас не понимаю да, вот мне достаточно было полутора лет чтобы с 80 килограмм ну, когда я стал абсолютным чемпионом Питера значит, вырасти, ну, в такое, что, в принципе, мне пришлось сливать 90, там, с каких-то килограмм мяса я влез в классику, ну, это отдельная история, там, да, дурацкая форма была ну, я просто, ну, перерос я не понимаю, как люди не могут перерасти эту дисциплину я вообще не понимаю, чем они, в принципе, занимаются нет, я тебе могу объяснить объяснить? ну, да, давай, да ну, скажем, у каждого человека есть свой потолок который у него лежит в голове если он считает то, что он его достиг и у него плохо растут мышцы, он эктоморф блять, он не может ничего есть ему тяжело себя взасовывать, спортпит ему не помогает лошадиные дозы формы не помогают вот я хардгейнер ну, да, да вот такие боты уступать много лет, в одной и той же весовой категории не прогрессируя, я даже, это не только классики касается, а вообще касаемо прогрессов бодибилд да, 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 любую, даже свыше 100 килограмм, если человек постоянно уходит с весом 102-104 килограмм постоянно ну, тоже, как бы, блин, странно, ну, блин, надо же наращивать это ну, по крайней мере, это у меня видение, может, я ошибаюсь и не хочу там быть предметом, блин, каких-то оскорблений ну, просто, вот это мое видение, что, блин, ну, бодибилдинге надо постоянно набирать мясо вот я чем и пытаюсь, а Игорь пытается чем-то меняться да, вот в этом и заключается, ребят, спорт в бодибилдинге то есть это не на сцене, ну, как вы понимаете, да спорт – это прогресс это, как я описал в диссертации это добровольный вред собственному организму во имя наивысших спортивных достижений да, как вы понимаете то есть вы должны всегда превозмогать себя, превозмогать боль, свои результаты и показывать прогресс в этом заключается смысл любого вида спорта да, и когда вы будете популярны не только как спортсмены, но как шоумэн ну, вообще, в шоу, люди будут видеть, как вы растете нарастив мясо, ты вырастешь и ментально, как бы, да, то есть, ну, ты станешь реально круче потому что ты понимаешь, что ты можешь больше чего-то поэтому я считаю, что, в принципе, у людей должна быть цель в бодибилдинге нарастить много мяса и быть шоуменом быть человеком, на которого ты будешь равняться или которым ты будешь интересен ну, я считаю, мы эту тему с тобой, да, поднимали как-то точнее, нет, эту тему даже я поднимал в выпуске качели там более подробно я об этом говорю да, вы просто, я даже сделаю ссылочку в этом видео на то видео на качели чтобы вы полностью видели мою картину там же я говорю про контракты почему наши спортсмены их не получают или получают да, но очень маленькие это все вытекает именно из этого так что, ребят, смотрите, давайте ну, а чем мы сейчас займемся, Леха? ну, мы займемся ну, чем мы уже будем сейчас пытаться сделать из веток базуки руки-базуки да, руки-базуки привет, рули Винклору рули, тебе сейчас тяжело, мы знаем, но твои базуки нас вдохновляют поэтому, когда ты нас смотришь сейчас, да, в данный момент ты доедаешь свои безуглеводные грудки сваренные на десятилете да, 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 три раза блин, у тебя осталось чуть-чуть, давай, покажи базуки на сцене, огромные да, мы в тебя верим, рули надеемся, что ты попадешь в десятку давай, давай сделаем прогноз, какой рули займет прогноз мы с тобой сделаем в твоем выпуске как ты свой канал назовешь? кстати, я не знаю пока, у меня вообще не было такой идеи, прям реально создать канал, но по просьбам желающих сегодня я засниму и выложу видео по поводу того, как мне просили наподобие того, как ты переехал в Питер я расскажу свою историю, как я переехал как мы познакомились там, на сайте знакомства mail.ru да, они это уже видели вот, то есть, как у нас произошло вообще первое знакомство виртуальный секс через skype да, ребят, кстати, по поводу недоеденных притренов, ну как бы шутка шуткой была да, ну судя по вашим комментариям вам это интересно, ну скажем ну, чтобы что-то, чтобы хотя бы что-то было, да чтобы вы могли что-то получать за свои небольшие усилия ну, небольшое усилие и небольшой презент предлагайте варианты названий Лехиного канала да да, и давай объясним смысл этого канала, в принципе не то, что дурачимся, здесь мы, в принципе, как в жизни то есть, это будет два канала фактически, они будут переплетены между собой только здесь мы со стороны жизни, когда мы, ну, придурки фактически, да, и тренируемся ну, то есть, как бы не то, что придурки ну, то есть, да, такие, как мы есть раздолбай вот, а там будет более серьезное то есть, ну, мы просто покажем себя с двух сторон то есть, так мы, вот, в моем на моем канале это, какие мы на массе а на Лехе нам будет, какие мы на сушке да, мы, конечно, не будем какими игренными философами, вот но, не, более серьезные короче, прогнозы, кому хочется максимум информации, это к Лехе вот, так что вы придумываете название, и что они за это получат за лучшее название, да, кстати, ребят я так и не поблагодарил спасибо вам за то, что вы помогли мне в моей группе ВКонтакте придумать название для моего канала, то есть по ГОСТу эта половина была придумана вами, а первая половина мяса это было придумано нами, мной и Лехой Лех, кстати, привет тебе, если ты меня смотришь в этом выпуске, Алексей Жерехов да, да это впервые, если тебе на блин, да, да, нет, и на самом деле тут есть вот, ну что можно получить за название ну, на самом деле у меня там я обещал недоеденные притрены у тебя есть ченьки недоеденные? у меня есть хеморейдж недоеденный о, хеморейдж, чувак там нету обертки, ну то есть я просто сорвал нету порошка внутри там есть, вот могу порошок ну на самом деле вот я еще, да, у меня ребята сейчас помогают сделать флайер, да, для автографа ну там отослать ребятам, которые я вонск все-таки двоим передам первым, а остальным, потому что я не буду заморачивать буду почтой высылать кому надо вот можно будет презент какой-нибудь такой да, ребят, ну у меня полно реально притреников, скажем я даже бывает съедал там по 2-3 порции банка закрытая БПА, да фиг его знают, я обычно Лехе все скидывал но Леха в итоге оказался вообще от предтренов, ну и я оказался в безвыходном положении так что ребят, ну я вам реально, ну, почти полные банки реально, так что предлагайте свои названия, лучшее название я конечно же отмечу и назову победителя ну и что нужно будет сделать победителю что нужно будет сделать либо же мне написать в личку вконтакте или же прямо дружку канала смотри если они будут придумывать название мне пускай, давай я сделаю так я сделаю пост в группе у себя название для канала и пускай к нему пишут комментарии да господи, пишите короче где вы увидите этот пост мы все равно это увидим и Леха отберет лучшего и тому мы подарим недоеденный притренд да, недоеденный притренд и вот что там пару фоток закинем да, если чувак, если ты находишься в Питере или сможешь приехать, приезжай на совместную с нами тренировку ну да, на совместную тренировку или хотя бы просто на вручение этих притрендов мы это снимем, да, что мы не наврали вот, там сделаем какие-то пару фоток наверное да, вместе можно будет сделать да, мы возьмем сейчас у нас тут Тихомирова нашего тренера скажем ты выиграл да, да, точно Леха, если насмотришь, тебе большой привет да, да, да на самом деле да, мы в принципе можем, конечно, наврать потому что мы, в принципе, опасные ребята в плане, такие ненадежные ненадежные, да? или надежные я до сих пор, кстати, ничего не подарил за лучшие рисунки думаешь, я козел? ну, нет, не козел это какое-то плохое ругательство, оно мне никогда не нравилось но... я просто этот конкурс реально занял очень много времени я не хочу просто посылать какие-то ну, просто факты я хочу сделать вам что-то ценное я думаю, футболки будут уже скоро готовы и тройки победителям вышли по футболочке я думаю, это правильно? да, и просто надо учить ребят ну, поначалу, да, вообще, в принципе, ничего не подразумевалось даже когда был конкурс с рисунками это же было все, ну, только начало, да, у тебя, то есть то есть, то, что есть сейчас и то, что было тогда сейчас будет реально честно все будет заснято на видео все, что мы говорим, мы будем подтверждать это будет действительно все честно вот, потому что, надеюсь, мы выйдем на новый уровень скажем так, да мы сегодня только с Игорем обговорили про то, что после сезона будем что-нибудь делать более интересное будем развиваться будем развиваться да, будем развиваться в плане того, что моя жизнь ни хрена не поменяется у меня наступит просто межсезонье я буду более веселый но в моей жизни, на самом деле, много происходит изменений в обычной жизни, когда я не готовлю соревнования к сожалению, когда я готовлю соревнования я привязан фактически, статически к тренажерному залу и к режиму поэтому я фактически не выездной а в межсезонье у меня постоянно какие-то фиесты случаются и вообще, я думаю, там будет у нас мы все-таки хотели с тобой заняться немножко пауэрлифтингом, да ну, блин жимом лежа да, я имел в виду просто ответвление там будет очень интересно да, кстати, ребят, кому там не интересно был жим лежа, мы тоже будем изучать этот вопрос и будем повышать свой показатель в жиме лежа так что да, то есть мы решили, мы себе сделали некую планку такую до которой мы должны дойти в жиме лежа ну или хотя бы пытаться максимально приблизиться к ней вот и поэтому, ну, будут новые тренировки ну, блин, то есть мы на месяц да, ребят, угадывайте какая планка в килограммах и когда это произойдет да, то есть от какого вот давайте так, ноги растут от веса какого у нас сколько килограмм когда мы имеем ноги от 300 кг на 10 по среднему 300 кг на 10 тогда сколько нужно пожать чтобы были сиськи на сколько повторений ну, допустим, на 10 повторений какой вес надо к хирургу сходить ну, естественно блин как, как шпак ты блять блять мне сказать нечего передай Саню Шпаку привет блин ну, он меня не знает, наверное и возможно, он меня даже не любит нет? как думаешь? почему он тебя не знает? если он тебя не знает, как он тебя может не любить? блять, я тавтологий нет, это я лох лах опять Саня Шпак я-то тебя знаю ты известный чувак да, его все знают блин, так что тебе большой привет на самом деле да эпатаж эпатаж ну, блин, да ну, конечно, к сожалению, наверное как бы ну, такие грудные не очень удастся сделать а вот попытаться пожать килограмм да попытаемся хотя ты сделал ну, как ну, вот поэтому вот так ну, в принципе, я не знаю да, ребят предлагайте свои варианты ответов в комментариях мы обязательно выберем что-нибудь стоящее да, мы выберем ту цифру к которой будем стремиться да да пишите килограмм 140 это ухватит да, мы это уже делаем не-не-не, ребят пишите реальные цифры какой вес ну, сколько повторений и когда мы это сможем сделать блин, 270 килограмм там это, ну, я могу сказать что точно такой цифры не будет то есть мы там не как Ляева, блядь или кто там у нас дыханажмет я даже не знаю никого что, 270 килограмм не пожмешь? ну, паспалкотский вообще жмет там 300 или 400 ну, хотя да, с другой стороны в принципе, мне тут недавно засирали что я по 60 килограмм гантелей жму там на сколько, на 7-8 повторений то, что, как бы, ребята с весом на 20 килограмм меньше меня жмут больше вес кстати, да, в комментарии по этому поводу я не хочу быть самым сильным вы, как бы, ну, даже не пытайтесь меня там подъебать, скажем так, да ну, открыто говоря мне это, в принципе, все равно то, сколько жмет мне главное Лех, что ты оправдываешься Леха пашет вы не забывайте о том то, что Леха это мастер спорта по бодибилдингу Лех, ты мастер спорта? да ну, вот, поэтому критиковать его ну, я думаю смысла нет тем, кто ну, никакого разряда это не имеет ну, так вам, ребят ну, по чесноку да тем более, он находится еще и под моим контролем поэтому он делает все как он считает нужным но я его слушаюсь да да вот, поэтому просто нужно, ребят, пахать и что еще? и быть добрее будьте добрее веселее и здоровее ну, по-законченному Мясо Кому мясо По заказу Больше мяса Меньше жира в массу Больше мяса Мясо Крепких костей Мясо По госту Деды, карька, новостей